Шаббат шалом Шаббат шалом Дальше мы видим с вами закон о Назарействе и об этом мы немножко сегодня поговорим. Здесь в этом тексте содержится знаменитое благословение Аарона Беркат Каганим и заповедь которой нужно было благословлять народ израильский. И еще несколько очень интересных моментов о чем-то мы даже сегодня еще и скажем. С древних времен еврейские мудрецы обратили внимание, что эту недельную главу читают в канун праздника Шаббат. И безусловно они не могли не провести параллели между двумя этими важными событиями. А именно поскольку Шаббат является праздником дарования Торы в том числе, то мудрецы обратили внимание, что получается, что это самая длинная недельная глава из всех, что есть. И здесь по сути находится 176 стихов, что кстати связывают очень часто с Псалмом 118, в котором тоже 176 стихов. Окей, вот так обзорно о том, что есть у нас в нашей недельной главе, я хочу обратить наше внимание на два момента, которые для нас сегодня будут поучительными и назидательными. Во-первых, как я и сказал, здесь находятся заповеди, законы по поводу обета назарейства. Что я хочу сказать. Мы должны понимать, что в древности назарейства это был обет, который на себя принимал человек добровольно, самостоятельно. За исключением, может быть, с историей Шимшином практически всегда это он делал лично. Кстати, история с Шимшином показала, что когда за человека делают выбор, это не очень хорошо может закончиться. Человек, влекомый, может быть, духовными какими-то нуждами или проблемами, берет на себя ряд ограничений. Во-первых, он всегда это делает на короткий промежуток времени. Дальше. Есть только небольшая часть вещей, которые он не должен делать. Кушать виноградного плода, обрезать волосы, еще пара моментов. И по окончании этого периода он должен был прийти в храм, принести соответствующие жертвы окончания этого обета. И таким образом его назарейство заканчивается. Тут нужно сказать, что есть ошибка, которую очень часто совершают люди, читающие Священное Писание. Я имею в виду сейчас Новый Завет. В Новом Завете написано об Иисусе, что Он родился в Назарете, поэтому Назареем наречется. И здесь есть ошибка чисто словесная. Дело в том, что нету такого города Назарет. Есть город, который называется Назарет. И когда апостол пишет, что он назовется Назари, потому что он родился в Назарете, то он по сути дает отсылку к древнепророческим текстам, которые использовали эти слова к будущему, грядущему мессии. Назарет может переводиться как корень, как ответвление, как росток. И мы можем найти у очень многих пророков, которые говорят о будущем грядущем мессии, это слово. И апостол вот к этому дает отсылку, а не к образу жизни Назарея. Вот это ошибка, о которой я хотел поговорить. Поэтому, когда мы видим, что Иисуса рисуют на картинах с длинными волосами, я не знаю, носил ли Иисус длинные волосы или нет, но я точно знаю, что Он не был Назареем в ветхозаветном смысле этого слова. Еще один момент, на который я хотел обратить наше внимание. В седьмой главе книги чисел, в восемьдесят девятом стихе написано. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двумя херувимами, и он говорил ему. Может быть, вы знаете, что крышка, которая была на ковчеге завета, называется на еврейском языке капорет. Это происходит от названия капора, что значит искупление или выкуп. Моисей, когда вошел, а, кстати, для тех, кто не в курсе, это единственный случай, и первый случай, и последний случай, когда Моисей вошел во святая святых. По сути, рамоним говорят, что, войдя во святая святых, Моисей таким образом начал тот период, период храма, период, когда израильский народ приносил жертвы, период служения священников и левитов. Больше он никогда, поскольку он не был потомком Аарона, он не имел права входить во святая святых. Так вот, здесь есть указание Ремис, намек на то, что для того, чтобы услышать голос Божий, человеку нужно быть искупленным, чтобы на него пришла капора. В русском языке границы между понятиями искупление и выкуп как-то немножко стерты, но в еврейском языке это совершенно разные слова. Почему? Потому что для того, чтобы Бога увидеть, нужно искупление. То, что в еврейском языке называется Геула. Откуда мы это знаем? Если мы будем с вами читать книгу Исаии, то мы увидим эту картину очень четко, когда Исаия говорит о том, что люди и будут видеть, когда совершится искупление последнее, как его называют в иудаизме, связанное с пришествием Мессии в этот мир. Да, мы верим с вами, что это будет второе пришествие, кто-то верит, что это будет еще первое пришествие. Так вот, когда Мессия придет в этот мир, он и совершит вот эту Геулу Софит, окончательное искупление, благодаря которой, и мы с вами знаем, что в Царстве Бога мы будем видеть все Мессию лицом к лицу и не только глазами веры. Таким образом, для того, чтобы услышать Бога, нужна Капара, для того, чтобы увидеть Бога, нужна Геула. Интересно, что этот текст нашел еще свое отражение в Новом Завете. Мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, что однажды Иисус, придя в храм с учениками, учил присутствующих там людей, ходя в притворе Соломоновом. Если вы помните схему, как стоял храм, то притвор Соломонов был весьма близко к тому месту, где была святая и святая святых. И люди, присутствующие там, которые знали этот текст, которые знали, что с приходом Мессии начнется тысячелетнее царство, существовало представление о том, что подобно, как Моисей, когда он для начала служения храмового вошел в Кинью святая святых однажды, так и Моисей, Мессия, придя на эту землю, однажды войдет во святая святых для того, чтобы начать служение царства. Начался его период, его путь. Я сейчас не буду спорить или доказывать правильность этой точки зрения. Я хочу сказать, что люди, которые присутствовали там, когда Иисус ходил, они так думали. И поэтому они ему говорят, ну, довольно держать нас в неведении? Если ты Мессия, зайди, докажи нам это. Они не понимали, как все работает, и на тот момент, естественно, Иисус не планировал войти во святая святых. Думаю, что нечто подобное произойдет дальше. Почему? Потому что мы читаем, что после его возвращения на землю он будет сидеть в храме на той самой копоре между двумя хирургами, и таким образом он оттуда из храма будет править из Иерусалима всем миром. Вот таким образом наша недельная глава и наши тексты сегодня связаны и с праздником Шавуот, и с грядущим царством Мессии и его возвращением на землю. И это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Да благословит вас всех Господь! Шаббат Шалом благословенной, спокойной, мирной субботы! Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Бог наш благ Бог наш благ Субтитры создавал DimaTorzok